В эфире телеканала 24КЗ заступила дневная смена. Я Кайжан Смогулов. Здравствуйте. Об изменениях, которые необходимо провести в сфере правопорядка, говорил накануне президент Касымжумар Тукаев на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел. В частности, глава государства раскритиковал систему профилактики преступлений. Она неэффективна и требует кардинального обновления. Цитирую. Конец цитаты. Об этой и других реформах, которые необходимы и назрели в сфере охраны правопорядка, поговорим прямо сейчас. Итак, мои гости. Доктор юридических наук, директор Института конституционных исследований Максут Нарикбаев университета Индира Аубакирова. Член национального хрултая при президенте, член национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан Айман Умарова. Известный адвокат Илья Лунев и доктор юридических наук профессор Марат Когамов. С удовольствием вас всех приветствую, уважаемые гости. И, господин Когамов, если позволите, начнем с вас. Вот среди всего, ну скажем так, объема тех реформ, которые и, так сказать, необходимы и запланированы, Вы бы какие поставили на первое место, какие, на Ваш взгляд, наиболее значимы, важны и принесут наибольшую практическую пользу? Да, благодарю Вас за приглашение, приветствуем участников данного мероприятия. Здравствуйте. Да, вы знаете, реформ в сфере, скажем так, законности, правопорядка, можно сказать, даже демократии в нашей стране реализовано немало. Ну, я на первое место все же поставил бы такое положение, чтобы в конце концов мы, ну, если не в исторически обозримой перспективе, то в самое ближайшее время при действующем президенте обеспечили статус нашего государства, а мы провозгласили его таковым, как социального. То есть, если мы снимем массу социальных проблем, отпадут и те вопросы, которые возникают сегодня в правовой системе общества и государства. Ну, вы знаете, я бы акценты немножко по-другому расставил. Ну, во-первых, во всей массе, если отойти от всех прочих государственных органов и говорить исключительно о сфере правопорядка, о нашей правовой системе, я бы на первое место поставил бы кадровое, финансовое, техническое обеспечение, а именно надлежащее генеральной прокуратуре. Вот та, кстати, структура, конституционная структура, которая должна работать, управлять процессами в области законности, правопорядка и демократии. Вот обеспечивать эти три важнейших понятия, их согласованности и так далее. Ну, разумеется, во взаимодействии с другими государственными органами и гражданским обществом. На второе место, в принципе, это однопорядковое значение этого государственного органа, я бы поставил Министерство юстиции. Тоже сегодня снизу доверху органы юстиции должны быть представлены достойно с точки зрения кадров, дальше финансов и материально. Главная задача Министерства юстиции – это не только консультант правительства в области права, как мы обычно воспринимаем Министерство юстиции, но это еще и структура, которая должна заниматься правовым просвещением, развитием правовой культуры в нашем обществе. Это очень большая работа. Это связано с уровнем правосознания, правовой активности общества, это связано со степенью прогрессивности юридических норм, со степенью прогрессивности юридической деятельности, то есть правотворческой, правоприменительной, правоохранительной. Дальше не секрет, что многие административные правонарушители становятся преступниками, значит надо разобраться с нашим административным кодексом. Он и в советское время создавался для того, чтобы предупреждать преступления. То есть административные правонарушители в любом обществе рассматриваются как резерв преступности. Вот почему сегодня очень важно, чтобы несколько десятков государственных органов, включая МВД, ряд должностных лиц находятся в этой сфере, налагают административные заискания. Так вот, почему этот кодекс как превентивный, предупредительный, изначально задуманный в нашем обществе и государстве не сдерживает роста преступности? Преступность есть, причем она является продуктом этих в начале административных правонарушений. Человек не делает выбор, совершает преступление. Я прошу прощения, то есть вы считаете, что административный кодекс как бы работает даже наоборот, так сказать, в обратную сторону, он своего рода увеличивает что ли уровень преступности, уже, так сказать, стандартной преступности криминальной? Вы знаете, он, скажем так, не сдерживает того состояния преступности, которое мы сегодня наблюдаем в обществе. Возможно, это связано с санкциями, возможно, это связано, ну, скажем так, с некоторой неграмотностью правоприменителей и так далее. Но это профилактический кодекс. Он и создан для того, чтобы не допустить перерастания административного правонарушения в преступлениях. Таким образом, вот эти три, скажем так, направления, генеральная прокуратура, максимально надо поддержать этот орган, министерство юстиции. Теперь АДМ-кодекс, который обслуживает большое количество государственных органов и должностных, должны стоять на первом месте в области превенции разного рода нарушений законодательства. Ну, если, скажем так, кто-то прорвется в лоно преступности, для этого существует МВД, основной флагман в борьбе с общей уголовной преступностью. Для этого существует агентство по противодействию коррупции. Дальше агентство финансового мониторинга. Кстати, два последних агентства тоже надо усилять для того, чтобы они вырывали у преступников материальные основы для совершения других преступлений. Для недостижения Казахстана статуса социального, правового, демократического, светского. Вот так я коротко сказал бы. То есть, если все время давить на реформы того же Министерства внутренних дел, ну, Министерство много реформ пережило. Как-то в 2017 году в казахстанской правде у меня была статья «Ради реформ путь в никуда», где я все время акцентировал внимание на то, чтобы наш законодатель, наше правительство больше работали с низовыми структурами. То есть, с теми, на кого приходится основной вал работы в сфере правопорядка. Там есть понимание многих вопросов, но, к сожалению, на более высоком уровне эти вопросы, скажем так, нейтрализуются, либо неправильно понимаются, либо неправильно внедряются в наше законодательство и практику его применения. Хорошо. Раз мы заговорили о, так сказать, насколько правильно воспринимаются те или иные реформы, то давайте чуть-чуть порассуждаем на тему сервисной модели полиции. Президент сказал накануне такую вещь. «Важно выстраивать эффективные каналы обратной связи, предлагать людям взаимовыгодные формы сотрудничества. Уверен, опора на инициативных неравнодушных граждан позволит обеспечить на деле соблюдение принципа нулевой терпимости к правонарушениям». Эта речь как раз-таки шла о создании сервисной модели полиции. И, опять же, когда речь пойдет о том, чтобы внедрять этот принцип, эту модель на низовых структурах, как вы выразились, все будет очень сильно зависеть от того, как это поймут сами полицейские, например, участковые. На ваш взгляд, как это может выглядеть, как это стоит понимать и как это должно быть на самом деле? Вы знаете, работа в этом направлении давно ведется. Во всяком случае, максимальная приближенность полиции к населению, ну, это, знаете, просто, не просто веление времени, это вообще история деятельности любых полицейских структур. Полицейские, ну, других чиновников не увидишь среди населения, они в основном сидят в кабинетах. Участковые, инспекторы полиции, патрульная полиция, так, она больше работает с населением и выражает легитимность государственной власти, потому что она приближена к народу. Ну, вот, давайте посмотрим, мы все с вами живем в жилых комплексах. Кроме фотографии участкового инспектора полиции с телефонами мы ничего не видим. Их очень мало в расчете на то количество населения, которое они обслуживают. Поэтому для того, чтобы сократить объемы работы оперативных уполномоченных всех структур, следователей во всех органах уголовного преследования, ну, надо максимально поднять работу патрульной полиции, работу участковых инспекторов полиции. Я не хочу прибегать к каким-то примерам, но их должно быть больше при такой плотности населения, скажем, в нашей столице. Мы должны их видеть постоянно, как председателя ОСИ или КСК. Тогда, я думаю, многие вопросы такого близкого характера, связанные с возможными правонарушениями, даже с тем же буллингом во дворах, где-то, возможно, в школах, они сами по себе отпадут. Потому что присутствие в форме человека, частое патрулирование, я думаю, очень сильно скажется на состояние охраны общественного порядка и общественной безопасности в стране. Ну, надо нажимать на эти структуры. Я еще раз говорю, тогда объемы работы, процессуальные работы наших оперативников, следователей, заметно сократятся. Но надо начинать вот с тех общих посылов, посылов, о которых я говорил. Общие посылы, связанные, да, с крупными структурами нашего общества и государства, да. Да, вот вроде бы мысль-то на самом деле простая и, так сказать, лежащая на поверхности, но на самом деле, мне кажется, что вы очень правы. Потому что для многих горожан, собственно, участковые, это действительно только портрет на стене и такой своего рода полицейский невидимка. На самом деле, какой должен быть полицейский, каким он иногда бывает, президент накануне тоже вчера высказался и предлагаю на этот счет как раз-таки, фрагмент из его речи. Давайте послушаем. Полиция всегда должна быть примером для народа. Только тогда люди поверят в полицию и будут рассчитывать на нее. К сожалению, мы не можем сказать, что это относится ко всем стражам порядка. Выявляются сотрудники, совершившие серьезные преступления. В последнее время такие факты даже участились. Ни в коем случае нельзя допускать и оправдывать такие действия. Подобные случаи перечеркивают огромную работу всего личного состава. От таких лиц, подрывающих авторитет государственной власти, нужно избавляться. Следует также дать оценку руководителям, не способным, либо не желающим обеспечить соблюдение дисциплины подчиненными. Далее хотелось бы обратиться к Айман Муратовне Умаровой, члену национального хрултая при президенте, члену национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан. Итак, Айман Муратовна, накануне, кроме всего прочего, также шла речь и о вопросах правовой грамотности. Как отметил глава государства, низкий уровень ведет к серьезным негативным последствиям. Но, тем не менее, мы ведь живем в, скажем так, информационную эпоху, и получить сведения о тех правах и обязанностях, которые у гражданина есть, достаточно несложно. Можно просто зайти в интернет. Как вы оцениваете уровень среднестатистический, скажем так, средний по палате, уровень правовой грамотности наших соотечественников? Не слышу я. Я только начало услышала вопроса. Я спрашиваю, как вы оцениваете правовой уровень, уровень правовой грамотности, прошу прощения, казахстанцев? Вот просто глава государства вчера... Все поняла, хорошо. Знаете, во-первых, я хочу сказать вот о чем. Я послушала коллегу, конечно, все хорошо. Но вы знаете, я хочу сказать, откуда этим кадром нам взяться-то? Все же с образования начинается. Вот они приходят с высшим образованием, с красным дипломом. Элементарно они не отличают уголовный процесс от уголовно-процессуального кодекса, от уголовного кодекса. Их переучиваем мы. Если мы говорим о странах, там, других странах, особенно за рубежом, да, что у них получается? Они вот этот, как называемый гап, это вот пробелы, они каким-то образом... У них тоже есть пробелы, конечно, но не до такой же степени. У нас теоретики только теоретики. В реале они даже не знают, как это работает. С дипломами, с какими-то регалиями, с каких-то университетов преподают, часто бывает. И о них что они преподают, мы не знаем. Вот этот кадровый состав, который не может элементарно изъятие сделать, выемку сделать, обыск сделать. Как мы, адвокаты вам только могут рассказать, как это уже даже не смешно становится. Это позор, когда делают точную ставку, да, и до этого человека даже не допросили. Даже элементарные вещи не знают. Я думаю, все начинать нужно с образования. Какой правовой грамотности мы можем говорить население, когда правовая грамотность самих людей, которые оканчивают юридические вызовы, очень низкая. Я не говорю о большинстве, я говорю, то есть наоборот, о большинстве, я не говорю о том меньшинстве, которое есть. Да, есть хорошие профессоры, да, есть, которые наши, как сказать, лица, можно сказать, но основная масса. Вот сейчас сказал, значит, следователь, вот надо то-то делать. Окей, все надо нам делать, но мы не сможем сдвинуться, если этот человек не умеет работать. Этот человек никогда не учился, поэтому сейчас нужно менять кадры. Начальник, который не знает, как это делать, как он будет учить этого своего подчиненного. Нарушение на нарушение. Какие реформы? Я вам скажу так. Вы назвали тему реформа правоохранительной системы. Это что? Вы думаете, что реформы может быть? Не может быть у нас реформы правоохранительной системы. А кто его должен проводить? Первое. Это первый вопрос. Кто? Второй вопрос. С кем работать? Где кадры? Нам нужно делать реальную реформу, практическую реформу, которую можно применить. Здесь должна быть судебная реформа, реформа правоохранительной системы и, наконец, тюремная. Поскольку нужно понимать, что вот это все, что делается, регистрация уголовного дела, расследование, осуждение, конечный, конечный результат должен быть исправленный человек, наказанный. После того, как он придет в обществе, и он такой же член общества, исправленный член общества. И люди не боятся выходить на улицу, чтобы этот человек мог опять сносно совершить. Но ведь этого не происходит. Мы же видим, что у нас система дала сбой. И причем это давным-давно. И поэтому хуже и хуже становится с каждым днем. Когда вы говорите о низком уровне профессионализма и знаний, скажем так, в области права среди сотрудников правоохранительных органов, вы ведь об этом сейчас говорите, насколько я понимаю. Ну, естественно, я об этом говорю. Кто их учит? Вы имеете в виду, скажем так, состав какого уровня? Так это низовой тех, кто работает в поле, средний руководящий или еще выше? Я хочу сказать от начала до конца, если так правильно, что кто понял, тот меня понял. И низкий уровень, и нижний состав, который только пришел. Иногда и генерал. Один раз у меня процесс был. Генерала допрашивали элементарные вещи, этот генерал не знает. Наверное, все, кто из советского периода или постсоветского, когда в 95-е годы мы работали. Да что такое было, чтобы очную ставку провести, да, если что-то недопрошено. Ну, это же вообще ужас. Этого человека увольнять надо за вот такой, ну, он безграмотный, он не учился. Это уровень даже первого курса, второго, я не знаю, наверное, скажут педагоги. Ну, это же ужас, что происходит. И начальник все, что делает, он делает лишь бы протолкнуть это дело, как-нибудь суд. А что делается? Это только пытки могут быть. Это только после этого используются пытки, признание, как говорят, признание царицы доказательств. Она как была, так и осталась. Не дам мне только дело, он по алкогольным опьянениям, ему дают алкоголь, все это доказано и отправляют дело в суд. Ну, правда, вернули теперь, но дело в этом же заключается, что, ну, нету кадров, они даже писать не могут. Посмотрите, обвините на акт. Ошибка на ошибке. Просто элементарно. Я понял. Так, у меня, значит, я вижу, что господин Куганов хочет что-то добавить, да? Марат Чкиш, вы хотели что-то сказать? Да, буквально два слова, да. Я Айман понимаю, она работает на живых делах и спорах, возможно, сталкивается и довольно часто с такими ситуациями. Ну, я бы не стал так драматизировать ситуацию. Да, есть, скажем так, негативные кадры. Я работаю, читая лекции с судьем, адвокатом, следователем, оперативному составу, прокурорами и так далее. Вы знаете, в их среде немало грамотных людей, но в то же время отмечая для себя то, с каким большим интересом они слушают нас, профессоров и так далее. Другое дело, что нас очень мало, к сожалению. Я бы сказал, классиков из того столетия. Но хорошо, что мы есть. Мы что-то пишем, распространяем и так далее. Занимаемся на своем уровне правовым просвещением. Слава Богу, сегодня ресурсные возможности государства, иных субъектов права позволяют это делать. Поэтому сегодня, конечно, в первую очередь надо обратить особое внимание на вузы, где готовятся главным образом юридические кадры. Если говорить о системе МВД, несколько вузов тоже надо поддержать и кадрово, и финансово, и материально. Ну, я не хочу входить в детали. Есть крупные юридические факультеты, крупные юридические вузы. Тоже возможно собрать на каком-то уровне, еще раз посмотреть, как и каким образом идет подготовка кадров. Но больше всего сегодня, поскольку такое время, такой информационный бум, у практиков практически нету времени. По той простой причине, что у нас очень слабая правовая культура в обществе, выше я сказал, с чем она связана, и кто должен заниматься этими вещами. Поэтому, поскольку очень короткое время, короткий, возможно, исторический период, в рамках которого надо реализовать идеологию справедливого государства, сейчас надо больше работать с практиками. Вот я вот к этому, пользуясь вашим эфиром, призываю всех ученых-правоведов, вот идти с открытым забралом в практическую среду, они в нас нуждаются. Почаще выезжать в регионы, понимаете, не забалкивать проблемы, а выслушивать и делать какие-то конкретные выводы. Но я, как специалист в области уголовного процесса, чувствую то, что есть определенный, скажем, уровень неграмотности. Я не хочу сказать вопиющий, но есть уровень неграмотности. Вот этим я могу объяснить многие пробелы, скажем так, в нашей правовой системе. Поэтому больше надо работать с практиками. Есть официальные структуры, их надо просто наполнять более грамотными подходами. Спасибо большое. Ну, я думаю, что один из как раз-таки способов исправить ситуацию, это та самая внеочередная аттестация руководящего состава среднего звена, которую, собственно, в этом году и было предложено провести, и президент поддержал эту идею. Давайте опять же, так сказать, посмотрим об этом фрагменты из речи. Я поддерживаю предложение министра о внеочередной аттестации руководящего состава среднего звена в этом году. Министерство должно занять принципиальную позицию. Во время ее проведения не должно быть круговой поруки. Нельзя допустить, чтобы аттестация превратилась в инструмент для сведения личных счетов. Главная цель – очистить личный состав от некомпетентных и нечестных в работе руководителей, что позволит сформировать профессиональный кадровый резерв. Администрация президента будет осуществлять контроль за этим процессом. Итак, далее хотелось бы обратиться к доктору юридических наук Индире Ураловне Аубакировой. Индире Ураловне, на ваш взгляд, я вижу, что у вас небольшие проблемы с интернетом, но надеюсь, что это не помешает нам поговорить. Вот, позвольте, я вам тогда переадресую вопрос уже по поводу правовой грамотности, да, в целом у казахстанцев, у наших с вами соотечественников. И, на ваш взгляд, как можно, собственно, его поднять, ну, я не знаю, как бы это назвать, заняться правовым воспитанием, что ли? То есть мы сегодня говорим ведь не только о органах правопорядка, но и о том, что в самом обществе должна быть, в том числе, нулевая терпимость к любого рода правонарушениям. Я присоединяюсь к мнению профессора Когамова, когда он говорит о том, что социальные проблемы, они очень сильно влияют на уровень правовой культуры. И хочу добавить, что на самом деле это комплекс проблем, комплекс, который влияет на то, насколько правовая информированность общества влияет на уровень правового нигилизма. Продолжая вот подход президента о том, что аттестация должна бескомпромиссно честный характер носить, я бы хотела бы сказать, что вот такую периодическую аттестацию желательно было бы проводить во всех государственных органах. Здесь я в этом плане соглашусь с госпожой Амаровой о том, что именно работники государственных органов и именно работники правоохранительных органов задают, так сказать, моду на правовое поведение. И тот умень бескомпромиссный, честный, то это правовой культуре общества в целом. Что касается вопроса о правовой грамотности, то здесь нужно особое внимание обратить на школу. Мы, как знаем, образовательные программы бывают основные и дополнительные. Вот основные программы, они должны быть ориентированы на подготовку учебника, учебного пособия с соответствующими кейсами, с соответствующей методикой, потому что у нас правовая социализация школьников, потом ее трудно изменить. Человек, он установки, ценности свои приобретает во время школы. Потом он уже то, что выходит и, допустим, приходит к нам в университет, это уже сложно изменить. Поэтому со школы и учитывая категории их, младший, средний возраст, старший, нужно соответствующие материалы учебные готовить. И я бы оплатировала на кейсовую подготовку. Все-таки, когда ситуация, то студент, учащийся, мы можем научить, как самому решать эти проблемы, как следует правильно выходить из конкретных ситуаций. Буллинг, или там какой-то, может быть, в интернете, какие-то информационные эти, вандализм. Вот касаясь вандализма, хочу сразу вспомнить теорию разбитых окон. Именно с мелочей, вот с этих, не знаю, му какой-то брошенный, или просто не ремонта, допустим, это тоже влияет, это все в комплексе, вкупе влияет на уровень правовой культуры. Поэтому у нас, в частности, Максут Нарихпаев университет, он взял опеку над одним из участков полицейских. И вот этот участок наш университет привел на такой уровень, чтобы материальная оснащенность была соответствующим образом. Чтобы просто было приятно. Те же цвета, белые, светлые, это все, мне кажется, тоже влияет на уровень сервиса, на уровень восприятия полицейского вот в глазах тех людей, которые там оказываются. И самоощущение. Вот недавно мы были в Генеральной прокуратуре с нашими студентами. И сразу на первом этаже увидишь тон. То, соответственно, когда обстановка соответствующая, не темная, то, конечно, Генеральная прокуратура воспринимается не как карательный орган, а как орган, который создан для защиты законности, правопорядка и для общества. Поэтому, я думаю, это комплекс проблем, которые нужно на системной основе решать. Надеюсь, что так действительно и будет. Итак, мой четвертый гость, известный адвокат Илья Лунев. Господин Лунев, здравствуйте. Есть еще одна тема, которая сегодня пока еще, скажем так, была затронута только вскользь. О ней, собственно, госпожа Умарова два слова сказала. Речь идет об исправительной системе, как ее называют, пенитенциарной. Опять же, глава государства в том числе говорил и об этом. И в данном случае речь шла о том, что должны соблюдаться абсолютно, так сказать, и беспрекословно права лиц, отбывающих наказание. Тюрьма – это не только место наказания виновного, но и учреждение, после которого человек не должен возвращаться на криминальный путь. На ваш взгляд, вот насколько, скажем так, то, что мы сейчас в Казахстане имеем, совпадает с тем, что говорит президент? И если нет, то что необходимо менять? Здравствуйте. Ну, на самом деле, недавно, буквально, наверное, месяц назад возникла ситуация по поводу переполненности СИЗО. И мы совместно с республиканской коллегией адвокатов и комитетом уголовно-исполнительной системы обсуждали этот вопрос. Значит, и оказалось, что СИЗО Астаны переполнено. И, соответственно, тех, кто ожидает апелляционного рассмотрения своего дела, будут отправлять по другим регионам. Как вариант такой предложили. Оказалось, что в других регионах ситуация не лучше. Там тоже есть вопрос переполненности. Да, есть вопрос переполненности, есть вопрос несоответствия учреждений СИЗО нормам, которые бы позволяли содержать данных людей. Поэтому вот эта ситуация, вот с этой точки зрения, нами очень долго анализировалось, до сих пор разговоры идут на эту тему. Поэтому говорить о том, что в СИЗО соблюдаются права, значит, лиц, которые там содержатся, ну, это не совсем так. Если нет возможности, значит, если существует необходимость, точнее, спать по очереди, то это уже говорит о том, что не все так гладко. Поэтому вот с этой точки зрения анализировалось. С другой точки зрения, есть на самом деле очень много моментов. Это и допуск, значит, к беседам лиц, которые не участвуют в качестве адвокатов, либо не участвуют в качестве следователей в уголовном процессе. Это допуск оперативных сотрудников к разговору с подозреваемыми. Это разговоры между подозреваемыми. То есть есть на самом деле очень много моментов, по которым необходимо реформировать, именно реформировать эту систему, даже не улучшать. А если мы говорим о как раз-таки той самой сервисной модели полиции, к которой, как глава государства отметил, органы внутренних дел должны стремиться. На данный момент, насколько они соответствуют этой задаче? Ну, если мы говорим о том, что человек, совершив некое правонарушение преступления, переступив закон, попадает в орбиту уголовного преследования и может оказаться в том самом переполненном СИЗО. Может ли, на ваш взгляд, участковый, как человек, работающий непосредственно, так сказать, в полном контакте с местными жителями, помочь человеку не попасть в неприятности? Или на данный момент участковые, полицейские, работающие, так сказать, в поле, не считают это своей задачей? Да, я понимаю. Здесь на самом деле вопрос-то комплексный. Вопрос не только касается улучшения работы сотрудников Министерства внутренних дел. У нас правоохранительные органы – это не только органы внутренних дел, это и департаменты экономических расследований, следователи, это и, значит, вот перечислялись и антикоррупционные службы и прочее. Все это является правоохранительными органами. Но одно здесь необходимо подчеркнуть. Вместе с тем, что эти органы являются правоохранительными, они являются еще и правоприменительными органами. Поэтому для того, чтобы тот или иной участковый пользовался правильно своими полномочиями, ему нужно знать, как применять действующий закон. То есть это касается не только участковых. Вот могу привести примеры своей практики. К примеру, по одному из дел в Кустанайской области вынесено порядка 15 частных постановлений следственным судом, вынесено порядка 15 частных постановлений в адрес следователей и начальника следственного управления Департамента экономических расследований по факту нарушения норм процессуального закона. Причем в постановлениях в этих отмечается, что следователи не знают простейших норм. Не просто не применяют, а они не знают этих простейших норм уголовного процесса. То есть опять речь идет об уровне грамотности сотрудников правоохранительных органов, в частности... Да, здесь в отрыве невозможно наделять кого-то полномочиями или заставлять что-то делать, если не предоставлять ему базу знаний, которые необходимы для того, чтобы правильно не только правоохранять, а право применять. Вот с этим проблема с правоприменением. Мы вот с Маратом Чекишевичем часто обсуждаем эти вопросы по поводу теоретической подготовки кадров. И на самом деле у нас очень долгие разговоры на эту тему. Действительно оказывается, что на практике не то, что не хотят чего-то делать, а не знают, как это делать. Да, не знают и не умеют. Это первое. И второе. Пользуясь этим незнанием и неумением, правоохранительные органы могут встать на пагубные рельсы. Что происходит во многих случаях? Пагубные рельсы — это то, когда правоохранительные органы на местах становятся орудием для захвата бизнеса, орудием для давления на адвокатов. То есть любыми способами, любыми путями, но это необходимо делать, используется оно как орудие. Ну и, соответственно, вторая проблема — это, конечно, грамотность, отсутствие теоретических знаний в большинстве случаев, ну и практических тоже. Поэтому Каиржан отвечает на ваш вопрос о том, как могут помочь участковые. И самое главное, с чего нужно начинать, и реформа — это очень важная, которую озвучил президент, начинать необходимо с укомплектования людьми, профессионалами. А те, которые являются непрофессионалами, их нужно либо переводить на другую работу, либо решать вопрос о том, что им там просто не место. Вот слова президента, они же прямо были. Надо прекратить компанейщину, во-первых, и прекратить работу ради статистики. Когда начинается расследование в куче уголовных дел, и потом это все вместе соединяется, начинаются они по разным поводам, где даже нет состава преступления. Ну и дальше это все раскручивается как целый ком, а потом судьям разбираться в этом во всем очень сложно. Ну да, действительно, когда речь идет о том, что нарушен закон именно потому, что специалист не владеет нужными знаниями, то это действительно признак того, что в системе назрели коренные изменения необходимости. Разрешите еще один момент. Только очень коротко, у нас буквально секунда осталась. Очень коротко. Сервисная модель, она подразумевает, значит, что действия правоохранительных органов являются услугами, то есть, ну как вот обслуживание, сервис. Я считаю, что это не совсем правильная постановка вопроса, потому что здесь не сервис, здесь все-таки право охранения и право применения. Они должны быть вместе и всегда должны пониматься. Ну, с другой стороны, может быть, иногда одно другому не мешает. Огромное спасибо всем участникам этой беседы. Это все, что мы успели обсудить в данной минуте. Дневная смена завершает свою работу в эфире телеканала 24КЗ. Увидимся послезавтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин